Рыба такая дикая, дает очень хороший бой. Такая странная поклевка, один пик и все, пауза. Я смотрю, леска уходит в сторону. А подсекаю такой груз просто. Класс! Опа, взяли. Первая рыба, с первого заброса. Вот такой вот небольшой зеркальный карп разбудил нас среди полуночи. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, всем привет! С вами снова Рыбалка Скорпро. Мы приехали на новую локацию в Харьковской области. Это водоем Первые Бугаи. Я здесь начинал свою рыбалку, наверное, лет 14 первый раз приехал. Водоем был уже в то время коммерческий, но поголовье рыбы было очень маленькое. Сейчас его взяли в аренду, занялись уже капитальным водоемом, зарыбили крупной рыбой. И, в принципе, рыба такая дикая, дает очень хороший бой. Открывал я здесь сезон весной, поймал несколько карпов, но не крупных. В этот раз, конечно же, как в любом ролике, мы будем пытаться поймать огромный трофей. Выбрали сектор номер один возле дамбы. Сентябрь месяц, рыба скатывается уже на более глубокие участки. Поэтому, я думаю, здесь мы его и будем пытаться ловить. А что у нас получится? Смотрите дальше. Поехали! Ну, а сейчас мы начнем с стандартной процедуры. Это замес корма на сессию. Не пугайтесь от количества пакетов, которых мы взяли немало сегодня. На самом деле, это все только так выглядит в огромном количестве. Кормовая программа будет состоять из трех видов пелеца. Это форелевый пелец, крылевый пелец и самый обычный пелец у меня остаток после соревнований. Это дешевый карповый пелец. Также отдельно я взял конопля. Не варил дома. Зашел в магазин, набрал в вакуумированных пакетах уже готовую. Так намного проще. И взял с собой полтора килограмма вот такого зернового сподмикса. То есть, пелец у нас растворится, даст пищевой сигнал. А конопля с кукурузой будет уже лежать. Дожидаться, пока придет крупная рыба и начнет в ней питаться. Ну и, конечно, вафлет. Вафлет, как всегда, два состава сыпучей прикормки. Метод микс на рыбной муке. Это криль и холебуд. И новинка пелец ультрамикс. Который также отлично подходит для забивки вафлет. Ну а сейчас будем все замешивать по очереди. Продолжение следует... Количество корма с расчетом на две точки по одному удилищу. У нас получается 5 килограмм пелеца. Соотношение 2 килограмма крилевого, 2 килограмма форелевого и килограмм карпового. Сейчас я все это перемешаю и залью ликвидом криль. Криль это креветка. На коммерческих водоемах рыба уже знает, что такое продукт на рыбной муке. Поэтому такой состав будет отлично удерживать рыбу в точке ловли. Она будет туда возвращаться. Берем, размешиваем с небольшим количеством воды и заливаем пелец, перемешивая. Пелец мы предварительно перемешали уже. Получилась вот такая вот фракция с разных частей. Некоторые крупнее, некоторые меньше. Они будут по-разному растворяться. Сейчас нам нужно залить ликвидом это все. Только здесь главное не переборщить. И зачем мы это делаем? Когда настоится пелец в ликвиде, верхняя оболочка пелеца, она начнет быстрее разрушаться. И соответственно пелец начинает быстрее работать. Поэтому по чуть-чуть заливаем и даем ему настояться где-то в течение получаса. И отдельно еще я со старта положу несколько пачек конопли и добавлю немного кукурузы. Поэтому тоже смешиваю все в одном бедре и иду кормить. Дальше уже потом замешаю метод микса, дабы не отнимать ваше время. И расскажу на что, как, надеюсь, будет клевать рыбка. Выбрал две точки ловли. Первая это свал возле дамбы, нижняя часть, глубиной 3 метра 10 сантиметров. Очень плотное дно, будет комфортно ловить флетами любого веса. Можно даже ставить 100 граммовые. Дистанцию я еще на колышки не переносил, приблизительно в районе 70 метров. А вторая точка ловли это небольшой залив на любом водоеме. Кстати, вот такие заливы считаются перспективным местом. Рыба туда заходит. Пускай это даже чаще ночью, но точку мы там сделаем. Глубина всего лишь 90 сантиметров. Сейчас беру два ведра, на дальний я поставил маркер, закормлю с руки. Пойду по дамбе, не будем шуметь с помбом. И с руки закормлю две точки. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Многие спрашивают, как ловить с клипсы, либо с маркерной резиной. Расскажу, как ловлю я. Если я ловлю на одну палку, либо два удилища, которые находятся рядом и на больших дистанциях, клипсы я не снимаю. Если дистанция до 100 метров и удилища разнесены, клипсу обязательно снимаю. Иначе, просто если будет дублет, можно лишиться удилища. Либо получить обрыв сразу. Поэтому берем обычный малярный скотч и делаем отметку на леске. Вырезаем небольшой такой, в районе сантиметра где-то. И клеим вот так вот на леску. Такая странная поклевка, один пик, и все, пауза. Я смотрю, леска уходит в сторону. А подсекаю такой груз просто. Класс. Здесь, в принципе, рыба бойцовских качеств. Поэтому, может, не очень там что-то прям слишком большое. Но упирается достаточно сильно. Так, пошел в берег. Взяли. Первая рыба с первого заброса. А у нас вот такой вот первый осенний трофей. На проду первые бугаи. Очень красивый карп. Окрас чистого сазана. Яркие желтые плавники. И бой дает очень сильно. Мне уже нравится. С первого заброса поймать такую красивую рыбу. И вот видите, карп даже не часто ловленый. У него нету дырок на губе. И он такой раз, сразу сковывается весь. Распрямляет свои плавники. Супер. Отпускаем. Давай, зови дедушку и бабушку. Идем дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 У нас следующий гость. В этот раз зеркальный. И бешеный. С крупной рамкой. Тихо. Ты посмотри. Блин. Вообще неадекватный. Все, отпускаем его скорее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, после стартового закорма мы получили две поклевки сразу. Уже казалось бы, что рыба стала на точку и будет продолжать активно клевать. Но нет. Затища случилась. Где-то порядка полтора часа не было ни единой поклевки. Вот недавно поехала палка и случился досадный зацеп. Рыба зашла в какую-то корчу непонятную. Хотя я там маркерил. Ничего там не было. И оторвал ее вместе с шок-лидером. Конечно, плохо, что рядом с точкой будет обрывок со шнура. Ничего. Будем продолжать ловить. В ночь хочу попробовать укрупниться в насадках. Если сейчас мы ловим на попапы, связал такие поводки на шестом номере крючка. И буду использовать вот такие вот дамблсы в глазури. Это новинка 2020 года. И 14-й пилец с какой-нибудь шляпкой попапа. Буду подбирать что-то. Поэтому, думаю, часика через полтора сделаю до закорм. Уже перед ночью более обильный. И будем ждать поклевку. Ну а сейчас идем делать следующий заброс. И надеемся, что клюнет крупная рыба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Все, он плыл. Давай зови бабушку. Сделал я изначально три состава методной прикормки. Это свиткорн, холебуд и криль. Вот все три рыбы клюнули на корм свиткорн. А сейчас буду ставить чаще холебуд и посмотрим реакцию. Вроде бы весь на рыбной муке корм. Есть дробленый пелец там. Но запах свиткорна, сладкой кукурузы ему нравятся сильнее. Холебуд у нас вот такого цвета, черного. На таком корме отлично выделяются светлые поп-апы. Вот так. 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 Продолжение следует... Вот такой вот небольшой зеркальный карп разбудил нас среди полуночи. Это первая поклевка ночью. Надеемся, что начнет клевать более крупная рыба. Вот ночью произошло две поклевки. Практически одновременно с дальней точки и ответил залив. Но в заливе рыба не засеклась, а с дальней точки мы взяли красивого карпика, где-то килограмма на четыре. Укрупнил я насадки. Начал использовать вот такие вот дамблсы. Сверху с оранжевой, розовой и желтой шляпкой экспериментирую. То есть, такие как полуснеговики, насадка нейтральной плавучести. Ну, сейчас снова положил палки прямо в кормовое пятно, на корм. И будем ждать следующую поклевку. Сверху с оранжевой и желтой шляпкой. Доброе утро, друзья. У нас за ночь всего лишь две поклевки. Одну реализовали, вытянули небольшого карпика. И одна поклевка была холостая. В общем, рассчитывали на ночь, но не оправдала себя ночь. Причем перепробовал ловить и на поп-апы, и на комбинированные насадки. И в кормовом пятне, за кормовым пятном. Ну, в общем, результата не принесло. Это сейчас переставил с залива удилища за кормовое пятно на дамбу. Потому что залив не принес ни одной рыбы вообще, на которой я рассчитывал. Не получилось. Но я буду экспериментировать сейчас дальше с кормом. Перебираю, что-то ищу. Но обстановка такая по всему водоему. Так как ребята приходили, крупной рыбы ни у кого нет. Мелкий карп изредка поклевывает. Еще время есть, будем что-то думать, колдовать. Надеюсь, все-таки поймаем мы свою рыбу. Редактор субтитров А.Семкин Рыбка издалека тяжелая. Они еще плюс ко всему здесь бойцы. Поэтому точный вес определить никак нельзя. У нас очередной спортсмен. Прикормка Холибуд. Поп-ап специи. Классный такой паровоз. И хорошие, достаточно бойцовские качества. Отпускаем его. Они все-таки растопыривают плавники. Но это говорит о том, что рыба незамученная. Она редко ловится. И поэтому всегда такая полна сил. Отпускаем сазанчик. Ну что, друзья, время нашей передачи подошло к концу. Я перепробовал все возможные способы поиска рыбы. Уже искал просто поисковой системой по водоему. Без прикормки, без ничего. Перебрасывал каждые 15-20 минут палку. Результата это не принесло. Вся рыба, которую мы поймали, это карпики до 5 килограмм. 3-4. Но зато классные эмоции на вываживание. Рыба такая бойцовская. Спортсмены. Такой, как речной сазан. Ощущение супер. Для себя мне захотелось более подробно узнать этот водоем. Я думаю, еще поезжу сюда. Потому что крупная рыба есть. И хочется ее поймать очень. Не все рыбалки, к сожалению, бывают трофейными. Но это опыт. Я всегда делаю выводы. Беру какую-то часть опыта после каждой рыбалки. Это плюс. Поэтому оставайтесь с нами. Смотрите нашу передачу Рыбалка Скорброна Флагман ТВ. С вами ее ведущий Якуч Рябенко Ростислав. До скорых встреч.